В конце марта, после выхода России из Совета Европы, Дмитрий Медведев сделал заявление, что ограничений для возвращения смертной казни в России больше не существует. В июне же о смертной казни уже заговорил из Питер Госдумы Володин. Тогда он предлагал применить приговор к пленным украинцам из Азовстали. Впоследствии неоднократно можно было слышать заявление о необходимости возобновления смертной казни в России от чиновников и кремлевских пропагандистов разного пошиба. Подобные высказывания в российском обществе воспринимались таким образом, что высшая мера может быть применена к пленным украинцам, а поэтому весьма поддерживалась. Однако за время военных действий из первых кровожадных заявлений российского руководства утекло уже немало воды. Россияне в очередной раз могли убедиться в лживости Путина и его приспешников, которые неоднократно заявляли, что в специальной военной операции будут принимать участие исключительно кадровая армия и так называемые добровольцы. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Кремль до последнего открещивался от планов проводить мобилизацию. Но как мы все знаем, 21 сентября стартовала первая волна мобилизации в России. И спустя уже пару недель обратно в Россию начали отправляться гробы и оповещения о гибели мобилизованных. Видя, какое отворится на передовой, как мобилизованных кидает на убой без подготовки и поддержки, как офицеры бегут с поля боя при первых выстрелах, сотни и тысячи российских мужчин начали бунтовать и отказываться выступать в роли пушечного мяса. Для развязывания рук военному руководству на местах в борьбе с так называемыми отказниками 15 ноября Путин вел военное положение в ряде областей. После этого СМИ массово начала просачиваться информация о казнях российских солдат за отказ идти на передовую, о том, как кидают на подвал раненых и изнеможденных мобилизованных, которые с военкомата сразу были брошены в окопы. И спустя несколько дней постоянных артиллерийских обстрелов в попытках выжить попросту отступили, а их за это бросили в ямы и регулярно подвергали избиениям и пыткам. Помимо этого, в последнее время стало известно о регулярных казнях среди наемников и зэков в составе ЧВК «Вагнер», который кичал со своими зверствами и расправами как над собственными сослуживцами, так и по отношению к пленным и мирному населению Украины. Все это не может быть попросту сметено под сухно и требует даже в России, стране, которую Фемида давно покинула, хоть какое-то документальное одобрение для успокоения народа-населения, которое с каждым днем все более ропщит и задает власти и Путину все больше неудобных вопросов. Поэтому 13 декабря Госдума приняла в первом чтении удивительный с правовой точки зрения законопроект. Его официальная цель – регулирование применения положений уголовного и уголовно-процессуального кодекса в России на четырех присоединенных территориях. По сути, депутаты предлагают установить там правовой режим в стиле Дикого Запада или даже Средневековья. Главное положение законопроекта – отказ от уголовного преследования за абсолютно любые преступления, если оно было совершено в защиту так называемых интересов Российской Федерации. Законопроект подготовили и внесли главные законотворцы последних лет – сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Именно они были отцами положений, согласно которым президентский срок Путина был обнулен. После принятия законопроекта этих деятелей в целом, любые казни, убийства мирного населения, изнасилования и пытки будут рассматриваться как совершенные в защиту интересов Российской Федерации. А значит, согласно закону, на территории России за них никто не будет нести никакой уголовной ответственности и преследований. Это всецело развяжет руки мясникам Вагнера, заградотрядам кадыровцев и ФСБшникам, которые сейчас не особо гнушаются, совершая военные преступления и преступления против человечности. Но стараются это делать без размаха, озираясь на возможные последствия. С этим же законом и с грядущей новой волной мобилизации в России, мы вскоре увидим расстрелы каждого десятого из строя за отказ идти на передовую. Публичные казни и пытки для запугивания солдат Российской Федерации станут обыденностью.